Хэй, Ютуб! Дальбифер тут! Всем приятного просмотра, приятного аппетита и наиприятнейшего дня! Сегодня мы с вами поиграем в игру по названию Street Cat's Tale! Да, я, как вы помните, в позапрошлом ролике говорила, что я создам плейлист в другие игры, но я его не создал, потому что, чтобы его создать, нужно хоть туда один ролик-то и поместить. Но я не записала, потому что у меня были свои дела, куча проектов я там насоздавала в Бралстарсе, и времени особо так и не было. Но сегодня я собрался с силами и решил записать довольно-таки интересную сюжетную игрушку про котика, про нашего миленького беззащитного котика. Да, кстати, сейчас в Бралстарсе техперерыв, поэтому это еще одна причина, почему я решил записать этот ролик. Окей, нажимаем начать игру. Так, выбрать управление, режим джойстика. Давайте джойстик. Джойстик удобнее. Так, тут какой-то с нами котик говорит. Давайте, не будем пропускать. Мама, собираетесь ли вы сегодня на охоту? Ну, конечно, хера как у нее выражение, лица грозные. Вздох, мой ребенок. Чтобы выжить, мы должны есть. Прямо сейчас у нас нет даже энергии, чтобы играть. А разве охота это игра? Ладно, неважно. Не будем задаваться тем вопросом. Я пойду на ду что-нибудь поесть, так что оставайся и жди меня. Нет, нет, нет. Мы так не договаривались. Если я вернусь даже после наступления темноты, если я не вернусь даже после наступления темноты, затем идите прямо домой. Нифига, как ты ко мне обращаешься. Как будто, я не знаю, как будто это учитель. Окей, видимо, она так и не вернулась. Так. А мама опоздала. Я голоден. Я голоден и скучаю. Какая печальная история. Просто запроникся ею. Мама часто ругает меня, но никогда не злится на меня. Поэтому я пойду на ду маму и удивлю. Ах ты, непослушный. Непослушный котейка. Куда ты пошел-то? О, это она, походу. Это, походу, она. Мама, почему так долго? До сына у меня там... Нихера себе, я что, машину сбила? Нет, вроде не сбила. Сбила, что ли? А что не мацу-то не показали, нихера? Мама, мама? Ой, это как в Королеве Льве. Вы помните, как там? Короче, Симба упал, по-моему, с этого... С обрыва. И там... И его сын там такой, папа, папа. Окей, тьфу, это так раздражает. Короче, там кого-то кто-то раздражает. Я даже не успела почитать. Кажется, я слышу плач кота. О, нет! Вот быстро! Там ураня... Вот быстро. Какой перевод странный, если честно. А почему у нее имя, круг, треугольник и квадрат? Ладно, неважно. Нет! Очередное убийство. Какое убийство? Господи, это каждый день забивает по, я не знаю, по 10 котов. Она все еще жива. Я думаю, что котенок ее ребенок. Да ладно. Не сейчас. Вернемся к котенку позже. Сначала мы должны спасти ее. Ну, давайте, спасайте. Да хватит. Так, люди забрали мою маму. Где она? Да, конечно, там где-то, я не знаю. Может быть... В психиатр... Какой психиатрической? Нет. Как это называется? Ветеринарно, точно. Зевать. Зевать. Нужно позевать, да. Зевать. Теперь мне нужно много работать. Короче, котенок наш, зевать. Теперь мне нужно много работать, иначе я не смогу съесть. Что ты не сможешь съесть? Себя что ты не сможешь съесть? Печально. Тебе, когда мама ушла, мне нужно найти еду самостоятельно. Да хватит уже, параллок тут очень длинный, блин. Может, хватит уже историю мне эту рассказывать? О, нормально. Найти мусорное ведро и заводействовать с ним. Окей, давайте найдем мусорное ведро. Где тут? Эй! Алло, дорогая моя. Так. А что ты в коробку-то залезла? Вы кто такие? Я вас не звал. В этом маленьком грязном доме? Так, господи. Вы заболеете, живя там. Вы не сможете отдохнуть в таком месте вообще. Это кто говорит? Это Джимми говорит? Ну, Джимми это, походу, либо наш котенок, либо вот этот вот коробочный карманный кот. Позвольте мне объяснить вам, что такое обновление дома. Какая? Нет, это афера, господи. Тут такой странный перевод, блин. Могли бы сделать хотя бы нормально, чтобы было все понятно. Смеется. Если вы чувствуете, что эта игра слишком сложна, затем внимательно слушайте, что я должен сказать. Ну, давай, я сейчас слушаю тебя. Я слушаю тебя, Джимми. Давай, говори, что ты там хочешь сказать. После того, как вы обновите свой дом, ваши попытки ХП, голод, скорость движения, попытки беседы будут увеличены. Короче, тут можно еще и прокачиваться. Круто. Получить мне материалы, и я улучшу дом для тебя. Ну, давай, улучшай. Материал, который вы мне дали. А, короче, он будет улучшать дом с помощью материала, который мы им дадим, походу, да? Походу, все понятно. Механика игры тут довольно-таки несложная. Вы можете обновить дом до трех раз. Вы готовы? Да, я готова. Да, хватит уже. Так, банановая кожура, Х3, кость Х3, рыбный, кость Х1, крыса Х2. Зачем крысы-то, чтобы обновить дом? Что они там выгрызут окна? Я не знаю. Завершите разговор, короче. Материалов у меня пока нет. Нужно искать их, походу. Нужно искать. А что это такое? Это какой-то магазин. Я могу в него зайти? Вроде нет. Печально, просто печально. Так, нифига себе. О, мусорка, кстати. Мне там вроде говорили что-то про мусорку. Нажмите на речевой пузырь, чтобы есть пищу. Окей. Речевой пузырь, я не знаю. Тут диалоговое окно называют речевой пузырь. Типа, нажмите на речевой пузырь, чтобы сесть. Ладно, странно. Ешьте пищевые отходы. Опять тут очень странный перевод. Введение в игру. Уровень здоровья Китти, как только оно уменьшится до нуля, game over. Логично. Датчик голода Китти. Как только оно уменьшится до нуля, здоровье начнет медленно уменьшаться. Ну, понятно. Ну, я все понял. Господи, хватит мне тут объяснять. Я не вчера родился. Так, а можно я с этим поговорить? Алло! Еды давай! Несите еду мне. Я тут вообще из мусорки достаю отходы с помощью речевого пузыря. Так, давай, кто ты? Элдеркэт. Люди опасные. Ты должен быть осторожен. Я так много видел на своем веку. Один раз меня даже люди постригли мою жопу просто так, что я теперь сижу и греешь на этом бульваре. Да, вот что с ним делали люди. Это я сам продолжил историю, чтобы не было так скучно. Окей, убежать, действовать дружелюбно. Давай действуй дружелюбно. Мы дружелюбный кот с дружелюбными намерениями. Это пока. Пока меня не зажлят. А когда меня зажлят, уже бегите. Просто бегите. Вы довольно дружелюбный, манышка. Но вы должны научиться быть осторожными с другими. Да, я умею. Все, господи. Меня мамка вот вчера отпарила так за то, что я там сосиски спер из этого магазина. Что я уже никого не боюсь, блин. Так, о, машина. Давай. Нихера, я могу под машину залезть. Капут, вы издеваетесь, что ли? Кота чуть не задавили. Совсем тут то, мою маму чуть не задавили. То еще меня, гопец, тут вообще водители. Кто вам права выдал? Так, опять какая-то тень. Михаэль Джей. Очень информативный диалог. Так, давайте действуй дружелюбно. О, боже, ты... Пэт? Да, я Пэт. Я не могу понять слова. Да, конечно, она тут наверняка там слишком много сидела за компом. И там уже разговаривает на языках программирования. Окей. Кот в коробке. Банановая кожура. Нет, нет. Я не хочу есть банановую кожуру пока что. Давайте сидим, ладно. Может, это нам поможет. О, круто. Это нам все-таки помогло. Банановая кожура это вообще топ. А, что тут что? Тут крыса. О, кстати, крыса нам... А, блин, зачем я сел банановую кожуру? Она же нужна, чтобы улучшить дом, точно. Как я мог забыть, что банановая кожура очень полезна для улучшения домов? Эй, пацаны. Ладно. Что-то они какие-то неразговорчивые. Так, а это бутылка, что ли? Собрать я ее что-то нихера не могу. Ну, ладно. Это печально. Голуби. Да, отдайте мне свою еду, голуби. Я сейчас вас сажу. Кстати, реально, в реальной жизни там голуби очень боятся котов. А им что-то совсем похер. Нифига, что с тобой не так? Боскет. Уходи. А я не уйду. Где суда рулюбна? Хм. Хм. Давай еще раз. Уходи. Подарите подарок. Хм. Спасибо, черт побери. Я что ему... Да я ему крысу подарил. Серьезно? Блин, если бы я знал, что подарить подарок означает подарить мою крысу, это капец просто, капец. Я посмел подарить крысу, господи. Крыса, это же самое полезное, что у меня было. Но я просрал. Я просрал мою любимую крысу. Печально. Опять тут какая-то тень. Здесь кошечка Эмбер. Пым-пым. Хм. Янтарь. Пым-пым. Олд. Понял. Я не могу понять слова. Поддеты дружелюбные. О, май гад. Кьют, я понял. Что-то он сказал, ой, как мило, но мы нихера... Дё, блин, опять тут водители, чуть котов не задавили. Чуть меня не задавили. А где мой дом-то? Я тут хожу-хожу, но дом нифига не нахожу. Где реально мой дом? Я куда-то пришел в какую-то набережную, я не понимаю. Где мой дом? Походу, я пришел вот оттуда. Тут еще какой-то пацанчик сидит. Окей. Что ты мне дашь? Дай мне что-нибудь. Мне очень нужно что-то дать. Окей. Я понял. Нужно, короче, у нас только один слот свободный. Нужно, если у нас появляется что-то полезное, нужно сразу отдавать. Вы издеваетесь надо мной, шоль. Я просто переходил дорогу. Вам вообще похер, шоль, на котов. Вот живодеры. Полнейшие живодеры просто. Искалечили меня просто. Два раза задавили. Опять какой-то тут кот. Можно с тобой поговорить? Люди опасны. А, ну да-да-да-да-да. Все-все-все-все. Я подарил ему... Я тупой, ладно. Я случайно подарил ему подарок. Уже поздно. Я в курсе. Я иду домой. Вон близко. Вот уже, походу, тут. Да. Это мой дом. Круто. Ложить спать сейчас? Да. Пошли ложить спать. 11 дней для взрослых курсов. Серьезно? Тут еще и расти можно. Ну, игра довольно-таки топовая. Так, в настоящее время до утра 4 минуты ждать. Вы издеваетесь? Версии Support Edition утром нет. Я не хочу. Это опять донатить нужно. Опять тут, блин, заставляет нас донатить. Но я не хочу донатить. Я, блин, донатить не хочу. Ну что ж, игра довольно-таки интересная. Если хотите, чтобы я ее продолжал, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока и удачи! Поставь лайк и подпишись, тебе контент понравится. А если не понравится, то постараюсь исправиться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok